Девушки отдыхают У нее титул переможницы престижного конкурса «Месяц світу-2008». И она – дружина власника металлургийного завода у Донецку и медиамагната британца пакистанского походжения Мохаммеда Захура. Сьогодні Камалія счастлива в подружньому житті. Але до цього ей кілька разів не счастило з чоловіками. Першим таким чоловіком був її власний батько, який бив доньку. Отец мене очень сильно бил, і на гречку становив, і запирал в чулане. То есть такое вот портупей, помню, военний у меня чувак, военный, военный літчик. Вот, еще помню, пряжкой. У меня такие кровавые синяки оставались просто. Я отца стала не то что-лим любить, да. Зов крови – это одно. Сейчас я ему все просила, как бы, и... Но вот эти воспоминания, вот эта обида, вот это вот непонятие, как можно своего ребенка так избивать. То есть вот в жестокости, в такой, я его обвиняю по сей день. И даже я хочу сказать, где-то, в какой-то мере презираю. У постоянному стрессе співачка живет довго роки. Окрім того, що батько б'є її за кожну четверку, за кожен невивчений вірш, за те, що вона взяла зі столу його ручку, він ще й нападає на доньку, коли та захищає від нього маму. Он был таким, знаете, очень, таким садистом. Он очень сильно ревновал, ни к чему всегда маму. Вот, и мне доставалось, потому что я заступалась всегда за мать. А витримки цим двом жінкам вистачає надовго. Терпець уривается лише, коли Камалії виповнюється 17. Я очень, знаете, упорно терпела 22 года. Когда он уже на нас бросился с ножом, с мамой, тогда я уже все, я не выдержала, там мне было 17 лет, и я просила маму развестись. Они развелись. Після разлучення батько ще довго мешкає с донькою та колишньою дружиною. Устраивало скандалы, истерики, и милицию приходилось вызывать, потому что, ну, мы, честно говоря, боялись идти домой. Через три роки суд забороняє ему наближуватися до дружины с донькою ближе, ніж на километр. Здавалося, что кошмар закинчився. Але на Камалю еще чекает больше гиркий досвид. Когда спевач селедве виповнюется 20, она встречает человека, который сгодом выявится еще большим деспотом, ниж датом. Ну, он просто сказал, что ты никуда не денешься, и я тебя не отпущу. Я перекрою все дороги, а вот и все. Должна быть, извините, на мушку. И все. На первый взгляд галантным и вечным человеком Камаля знакомится уже известной спевачкой на одном из своих концертов в 97-м году в Крыму. Он приходит к ней с деловой разговорой. Пропонует продолжить месяц попрацювати у его нічных клубах, а у судаку та новом освете. Я, естественно, согласилась. Почему? Ну, что деньги на дорогу не валяются, тем более хорошие деньги платили. Вот. Я согласилась и, естественно, это там. Просто вот... Он приглашал на ужин, на обед. Мы остались наедине. Вот там был ужин. И он сказал, что... Вот в его жизни такого еще не было чувства. Что он влюблен, очень везумно. Вот. И хотел бы, чтобы наши отношения были взаимными. Он мне тоже очень сильно понравился. Сергей старший за Камалю на 13 роков. Вона у захвате від того, как галантно он с нею поводится. После жизни с татом-деспотом вона не может поверить, что есть такие мужчины. Потом уже, когда у нас начались более близкие отношения, он просто в одно прекрасное утро сказал, выходи за меня замуж. Я говорю, знаешь, мы всего-то месяц как бы... Хотя мы изо дня в день виделись, и он был постоянно рядом со мной. Я не готова пока тебе сказать, давай еще немножко повстречаемся. Ну сколько мы вместе еще? Мы повстречаемся, давай еще больше узнаем друг друга. Может, ну где-то в чем-то какие-то у нас с тобой все-таки есть разногласия, там, или еще что-то. Мы еще сделаем поспешные какие-то решения. Зачем? Для чего?